Джон Пайпер «Страсти Христовой» Глава 11 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы своим послушанием сделать нас праведными. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. Как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание к римлянам, глава 5, стих 19. Не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 21. Не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 9. Оправдание не просто перечеркивает мою неправедность. Оно вменяет мне праведность Христа. У меня нет собственной праведности, с которой я могу предстать перед Богом. Вот мое оправдание. Читаем в послании к филиппийцам, глава 3, стих 9. Не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Праведность Христа стала моей праведностью. Это значит, что Христос был совершенно послушен Богу. И когда я вверил себя в руки Иисуса, его праведность стала моей. Меня посчитали праведным. Бог посмотрел на совершенную праведность Христа и провозгласил меня праведным вместе с Иисусом. Таким образом, Бог не считает преступлением оправдать нечестивого по двум причинам. Во-первых, смерть Христа заплатила долг нашей неправедности. Об этом мы говорили в предыдущей главе. Во-вторых, послушанием Христос обеспечил нас праведностью, которая необходима нам для оправдания на Божьем суде. Чтобы человеку войти в жизнь вечную, Бог требует не просто отмены нашей неправедности, а утверждения нашей совершенной праведности. Страдания и смерть Христа сполна удовлетворили Божьи требования. Страдания Иисуса – это страдания, которых заслуживала наша неправедность. В книге пророка Исаии, глава 53, стих 5, читаем. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». И в то же время страдания и смерть Христа были верхом Его послушания, которое стало основой нашего оправдания. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Смерть Христа – величайшее выражение Его послушания. Именно об этом говорит Библия, послание к римлянам, глава 5, стих 19. Читаем. «Послушанием одного сделаются праведными многие». Итак, смерть Христа – основа нашего прощения и совершенства. Во втором послании к коринфянам, глава 5, стих 21, читаем. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Что значит, что Бог сделал безгрешного Христа жертвой за грех? То, что наши грехи были вменены Ему, и потому мы прощены. Что подразумевается под словами, что мы, грешники, во Христе сделались праведными? Точно так же это значит, что праведность Христа вменена нам, и потому мы перед Богом совершенны. Христу добудет вся честь и слава за Его страдания и смерть, за наше прощение от греха и за нашу праведность. Будем же любить Его, ценить Его и доверять Ему за столь великое приобретение. Субтитры создавал DimaTorzok